В столице на пересечении улиц Джебекчула и Саннова открылся новый детский реабилитационный центр. На сегодня это первое и единственное учреждение, которое предоставляет услуги на бесплатной основе. Центр будет принимать до 100 пациентов. Айнур Алеева на протяжении 17 лет ухаживает за сыном, у которого диагноз детский церебральный паралич. Она не понаслышке знает, с какими трудностями сталкиваются родители, у которых дети с ОВЗ. Узнав об открытии нового центра, она пришла вместе с сыном, чтобы ознакомиться с возможностями и условиями нового учреждения. Мы сегодня прошли, уже оказывается со вчерашнего дня центр работает. Здесь уже есть пациенты и уже доктор принимал одного из пациентов. Значит, доктор, который работает в таком реабилитационном центре, он морально и физически готов работать с ребенком с инвалидностью. Нас сегодня заверили, что подъезжает современное оборудование, во всем, надеемся, будет центр очень хорошо востребованный. И это только начало. На 100 человек бесплатно. Это хорошо. Торжественная церемония открытия состоялась с участием президента Садыра Джапарова. Глава государства подчеркнул, что сегодня для детей с ограниченными возможностями здоровья создаются все необходимые условия. Мы прилагаем все усилия, чтобы создать всем нашим гражданам равные условия. Такие мероприятия включены в программу национального развития до 2026 года. Дети с ограниченными возможностями здоровья особенно нуждаются в качественных медицинских услугах, образовании. Поэтому мы должны создать все необходимые условия. Мы в будущем планируем открыть еще такие центры. Я желаю успеха в работе этого центра. После официальной части открытия глава государства осмотрел здание и ознакомился с условиями центра. Реабилитационный центр для детей с ОВЗ отвечает всем современным требованиям. Специальный лифт в трехэтажном корпусе. Процедурные кабинеты, столовые, палаты и массажный кабинет. В восторге от условий, созданных в центре и сами сотрудники. Айджан Кульчурокозы более двух лет работала педагогом в Соколукском реабилитационном центре. Теперь она будет заниматься с детьми с инвалидностью в новом центре Киличек. Здесь просто новое здание. Там такие же условия мы предоставляем психолога, лакопеда. Здесь есть такие инфраструктуры. Есть пандус, есть лифт. Но в Соколукском пока этого не было. Но это в плане было. Новое учреждение является государственным, поэтому дети смогут получать все необходимые услуги бесплатно. Медико-социальная или физическая реабилитация включает в себя физиотерапию, массаж, ЛФК, парафинотерапию и сталматологические услуги. А социально-педагогическую с ними будут работать психолог, дефектолог, логопед. Где-то 60 коек у нас предназначены для круглосуточного пребывания и 20 коек для дневного пребывания. В наш центр будут обращаться дети с 4 до 18 лет с проблемами опорно-двигательного аппарата и заболеваниями нервной системы. Ранее на этом месте располагался дом сыновей Курмамбика Бакеева. По инициативе руководства страны было принято решение на этом участке земли построить реабилитационный центр. Это здание пустовало после 7 апреля 2010 года. Центр строили 4 месяца. Да, это сегодня здесь стоять перед таким прекрасным зданием, трудно себе можно представить, что здесь какие-то были иные здания. Да, я был здесь в августе месяце, да, я видел осколки тех строений, которые были здесь, и вот сегодня я здесь снова. Это небо и земля. Это воистину, когда вот сказка притворяется вот в жизни. По данным Минтруда, в настоящее время по стране проживает более 36 тысяч детей с инвалидностью. Более 10 тысяч из них нуждаются в уходе.